МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Еще один умерший от COVID-19. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Комната моей мечты. Воспитанники Дыши номер 2 стали победителями международного конкурса. Удары сокрушительной силы 22 июля отмечаются в Международный день бокса. Далее расскажем по всем подробно. В мире коронавирусом заразились почти 15 миллионов человек, из которых около 8,5 миллионов выздоровели. Больше 616 тысяч умерли. Лидером среди государств по распространению инфекции по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки. Потом идут Бразилия и Индия. Россия находится в списке на четвертом месте. В нашей стране большинство случаев COVID-19 регистрируется в Москве. Тройка лидеров антирейтинга постоянно меняется. И теперь второе и третье место занимают Свердловская область и Хантамансийский автономный округ. Всего в России с начала пандемии зафиксировали 789 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Из них 12 745 умерли. Выздоровели 572 тысячи пациентов. В Нижегородской области за последние сутки подтвердился диагноз COVID-19 еще у 217 человек. Почти 16 700 жителей региона уже здоровые. Умерли 351 человек. Из них 5 раз за последние сутки. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Около 4000 человек находятся на амбулаторном лечении. Примерно 1500 человек лечатся в больницах. Всего с начала пандемии в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 526,5 тысяч человек. 23 вылечились, один умер. За минувшие сутки в Сарове зафиксировано еще 17 заражений коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 858 случаев COVID-19 и 3 летальных исхода. Справились с болезнью, выздоровели 517 человек. 42 саровчанина госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. Три из них в тяжелом состоянии. 7 человек находятся в Париволжском окружном медицинском центре. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое. На карантине под наблюдением медиков остаются 210 человек. Горожане облюбовали еще одну территорию для неспешных прогулок в свободное время. Участок набережной реки Сатис от улицы Садовой до понтонного моста преображается на глазах. Это продолжение комплексного освоения территории строительной компании Саров Инвест. О планах застройщика по благоустройству нового пространства расскажем в следующем репортаже. В последние несколько лет активно развивается современное городское пространство. Набережные на территории поймы реки Сатис стали любимым местом отдыха саровчан. Жилой комплекс Саровская ривьера часто мелькает на снимках жителей города и рекламных фотографиях. Как мы видим, Саровская ривьера сформировала новый образ жилой застройки городов Русатома. И уже стала визитной карточкой города. Это очень важно для компании Саров Инвест. Новый микрорайон влился в городскую среду и включен в избирательный округ номер один. Набережная от улицы Садовой до понтонного моста стала логичным продолжением проекта по благоустройству. Ухоженные деревья и газоны, дизайнерские лавочки, живописный вид на реку. Что еще нужно для неспешных летних прогулок с семьей или друзьями? Здесь мы с вами видим, что уже практически завершены работы по благоустройству пешеходной набережной на участке от улицы Садовой до понтонного моста. Сейчас уже ведутся работы по формированию и укреплению береговой линии, по той же самой технологии, с использованием губионных конструкций. Ведется планировка участка. Застройщик рассчитывает закончить работы по благоустройству набережной к концу лета. После этого в планах установка спуска к воде для отдыхающих и пирса для катания на лодках, катерах и катамаранах. Многих интересует вопрос, возможно ли объединение этих двух набережных? Да, этот вопрос прорабатывался и, в общем-то, большое значение в этом имеет желание администрации города Сарова и правительства Нижегородской области в развитии городской территории. Нами в адрес администрации уже направлялось предложение по реализации инвестиционного проекта, частью которого является обязательство по обустройству пешеходной связи на участке от Саровской ривьеры до данной набережной с целью объединения в одно пространство. Но, к сожалению, на данный момент никаких решений не принято. Объединение набережных позволит саровчанам перемещаться с одной части в другую по единой пешеходной зоне. На противоположном берегу от жилого комплекса Саровская ривьера скоро появится еще одна территория для прогулок. Уже начались работы по укладке брусчатки. Покататься на велосипедах, почитать книгу на свежем воздухе, позаниматься йогой или порыбачить. Современные микрорайоны с многоквартирными домами и таунхаусами от застройщика Саров Инвест представляют идеальное пространство для отдыха. Новая антикризисная программа для бизнеса стартовала в Нижегородской области. Проект под названием «Популяризация предпринимательства Нижегородской области-2020» позволит жителям региона улучшить предпринимательские навыки и получить поддержку в реализации бизнес-идей. Участие в проекте бесплатное. Подробная информация о проекте на официальном портале mybisnn.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Туристам пообещали компенсировать затраты. Как заявил премьер Михаил Мишустин, сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей. Льготу получат те, кто в этом году решит провести отпуск в одном из российских регионов. По словам Мишустина, сейчас туристическая отрасль находится в сложном положении. И нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамического развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма. Продолжается прием заявок на конкурс «Атом рядом», который приурочен к 75-летнему юбилею атомной промышленности. Для участия нужно снять на камеру или смартфон видеоролик на тему «Атом рядом», после чего отправить клип на официальный сайт проекта до 3 августа. Конкурс проходит в свободном формате. Каждый участник сам выбирает жанр для своего ролика. Это может быть клип, лекция или короткометражка. Итоги определяют по результатам зрительского голосования. 85 победителей со всей России получат ценные призы. Авторы самых креативных видео поедут в гости в атомные города на празднование юбилея и получат возможность поучаствовать в съемках фильма об атомной промышленности. Саровчанам предлагают горячие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять в санатории Сергеевские минеральные воды. В августе и сентябре там смогут пройти лечение юные пациенты, которым требуется помощь специалиста-дерматолога. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства или по телефону 905-47. История военного поражения, которая обернулась вечной славой. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка, посвященная 220-летию первого издания древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». Сотрудники отдела редкого фонда расскажут об уникальных изданиях этого произведения, его переводчиках и иллюстраторах. Подробности в следующем репортаже. Восемь веков назад, в 1185 году, было написано «Слово о полку Игореве». Его первое издание увидело свет лишь спустя 600 лет. Благодаря кропотливой работе графа Мусина Пушкина, слово вышло в 1800 году тиражом в 1200 экземпляров. Позднее произведение привлекало внимание многих именитых художников, писателей и переводчиков. «Слово» вызывало интерес у многих поэтов, писателей, ученых. Но, однако, лучшим поэтическим переложением «Слово» считается переложение Василия Андреевича Жуковского. Особую ценность на выставке представляет подарочное издание «Слово» из современной коллекции редкого фонда библиотеки. Оно посвящено 800-летию похода Игоря Наполовцев. Иллюстрации первого издания в нем сопровождаются текстами, заимствованные из книги-памятники русской литературы Древней Руси. Это издание, возможно, как раз было книгой, по которой изучал слово Александр Сергеевич Пушкин. Кроме того, эта книга – вклад уральских авторов в изучение слова о полку Игореве. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих на выставку на древней ранней утренней заре. Посетителям расскажут об истории издания «Слово» о полку Игореве и познакомят с иллюстрациями различных художников. Выставка продлится до 4 августа. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Призовые места и специальная премия «Симпатия жюри». Воспитанницы детской школы искусств номер 2 стали победителями 23-го международного детского конкурса дизайна и прикладного искусства «Комната моей мечты». В этом году темой конкурса была «Чистая линия и экодизайн». Торжественное награждение призеров и победителей пройдет в Санкт-Петербурге осенью 2020 года. Три года космический чайник Софьи Мишалкиной пылился на полках детской школы искусств номер 2. Но этим летом девушка представила свою работу на международном конкурсе «Комната моей мечты» в Санкт-Петербурге. Космический чайник занял второе место в номинации «В согласии с природой». Изначально возникла идея сделать что-то связанное с космосом, ну потому что все работы связаны с космосом, в основном такие красивые получаются, неземные. Международный конкурс «Комната моей мечты» проходил в два этапа. Сначала юным дизайнерам предстояло пройти заочный этап, по итогам которого жюри отобрало лучшие проекты. Работы оценивали люди, которые уже сами участвовали в этом конкурсе. Некоторые участвовали в нем 20 лет назад. Они имеют представление, какие работы нужны. И сегодня мы берем с них примеры. В этом году конкурс посвятили чистой линии и экодизайну. Всего за победу боролись более тысячи ребят со всей России. «Все наши работы были посвящены природе. То есть девочки с отделения дизайн делали кукол. Дети думали, как переработать, допустим, какой-то материал сделать из вторичного сырья работу». В номинации «Макет комнаты» третье место заняла Юлия Тюлюпа. А Надежда Жуненко стала обладателем премии «Симпатия жюри». Торжественное награждение победителей и призеров пройдет этой осенью в Санкт-Петербурге. Пандемия поставила на паузу многие сферы жизни людей. После снятия некоторых ограничений они стали искать пути возвращения к прежней жизни, где было место шумным праздникам. Дни рождения детей, юбилеи и годовщины знаменательных событий теперь отмечаются в новом формате. Веселая компания, звонкий смех, игры и танцы – неотъемлемая часть любого праздника. С постепенным снятием ограничений творческое объединение «Фиеста» стало возвращаться к работе. На какой-то момент мы ушли в онлайн. Но скажу, что праздники онлайн, конечно, не очень актуальны и для детей, и для родителей. Не очень удобный формат, как для нашего города, да, конечно, и для нашего поколения. Вот сейчас у нас немножко стала тенденция к тому, что праздники мы проводим дома, на дачах. Родителям говорим, чтобы как можно меньше народу. То есть именинник максимум 2-3 человека. Ну, 10 – это сейчас в наше время не собирается. Несмотря на ограничения, праздник пройдет безупречно, если за дело берутся опытные аниматоры. За 7 лет существования творческое объединение «Фиеста» добилось высокого уровня организации, качества костюмов и реквизита, профессионализма артистов. Мы можем провести и взрослый праздник, оформить праздник, детскую анимационную программу. То есть на любой вкус бюджета и возраст. Мы ездим не только по городу Саров, мы ездим в разные районы. В Дивеевский район, в Арзамасский район, в Темников постоянно мы ездим. То есть у нас цена сохраняется на программу такая, как в городе. Мы единственное, что оно или транспорт родители оплачивают или приезжают за нами сами. Программу подбирают индивидуально в зависимости от тематики, возраста, количества гостей, пожеланий детей и их родителей. Минимум это 15 минут. То есть это ростовая кукла приходит, поздравляет шариками под музыку, веселится, экспресс-поздравления. Ну и начиная от часовой программы аниматора и заканчивая двух-трехчасовыми программами. Но тут уже, конечно, наполняемость программы не только эмоционная, но и шоу-номера разные, всякие классные штуки в виде пенных вечеринок, шоу-фольги, неоновое шоу. Особое внимание в организации уделяют безопасности. Костюмы отправляют в стирку после каждого использования. По желанию заказчиков, всем участникам праздника предоставляют маски и перчатки. Ростовые куклы, фольга и крио-шоу, шоу мыльных пузырей – все это предполагает бесконтактное взаимодействие. Детские утренники, корпоративы и дни рождения пройдут весело и интересно с творческим объединением «Фиеста». Телефон – плюс семь, девятьсот четыре, девятьсот восемь, пятьдесят три, ноль девять. 22 июля в мире отмечается Международный день бокса. В этом году праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате под лозунгом «Сильнее, чем вчера». Этими словами, считают организаторы, можно охарактеризовать боксеров во время пандемии. В нашем городе тоже есть любители этого вида спорта. Для них бокс – это огромная часть жизни. Глеб Горнастаев в самых ранних лет искал себя в спорте. Были футбол, гимнастика, легкая и тяжелая атлетика. Но остановился мальчик на боксе. Ему нравится спринговаться на ринге. Спринговаться – это драться с соперником своими на руках. Если ты очень много ударов нанес, а он тебе ноль или меньше, чем ты, то ты выиграл, считай, по раунду. За полтора года в спорте Глеб завоевал в городских и областных соревнованиях 13 медалей. Но главные победы, как он верит, еще впереди. Бокс мне нужен для обороны. Из-за того, что когда мне будет 14 лет, там при спарринге очень тяжело будет завоевывать медали. Вдохновляют на спортивные подвиги Глеба Горнастаева коллеги по секции, которые добились в боксе высоких результатов. Например, Даниил Чугунов в свои 16 уже кандидат в мастера спорта. Это звание почетное. Тем более, в моем возрасте его очень тяжело получить. По мужикам проще получить звание. Но это звание многое дает. Примерно меня взяли в сборной области. Я там начал числиться. Мне подарили перчатки, спортивный диспансер мне выделять бесплатно лекарства, витамины всякие. Даниила Чугунова отобрали на первенство России и Европы. Но в связи с коронавирусом соревнования отменились. Даниил не расстраивается. Говорит, что на смену этим турнирам придут другие. Сегодня он готовится к первенству области, которые пройдут в эти выходные в Дзержинске. Это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите с новостями города в группах канала 16 социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работали Ксирина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин